Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дело в том, что здесь нужно навести определенный порядок, иначе здесь просто будет каша. Значит, для этого, и мы об этом, кстати, сказали, для того, чтобы они возникли, и вот с этими уровнями можно было дальше как-то работать, необходимо, чтобы возникло квантующее магнитное поле. Помните, мы об этом сказали. Значит, если мы с вами прикинули, чему равно вот это дельта ЕН, то есть в пределах одного номера Н, величина этого, что это такое? Это есть ЕН одна вторая минус ЕН запятая минус одна вторая. То есть вот это квантовое число, спиновое квантовое число, оно может принимать значение плюс-минус одна вторая. Ну, ЖС, Ж-фактор, вот этот спиновый, в идеале он равен двойке, но это когда электроны свободные. Кстати, в свободном состоянии тоже могут возникать уровни Ландау. Ну, так вот, здесь, когда уже все это происходит внутри вот этих поверхностных слоев, внутри твердого тела, ЖС может быть меньше двойки, как правило. Но мы брали для оценок, брали просто, что это 2. Так вот, отсюда у нас можно было бы написать ЖС магнитон Бора на Б. И для оценок мы потом с вами получили, ну, просто подставляя сюда значение магнитона Бора, умножив нам на эффективную массу, напоминаю, что у нас H омега С, это есть H ЕБ на М со звездкой С, где омега С это циклотронная частота, но уже в твердом теле. Здесь эффективная масса, поэтому здесь все достаточно прозрачно. Так вот, это все можно было бы записать так. ЖС, дальше М со звездочкой на 2М, просто масса электрона, H омега С. Вот, и тогда видно, что если ЖС является двойкой, вот здесь в данном случае, он еще и меньше двух, поэтому дельта ЕН обычно меньше H омега С. То есть, дельта ЕН меньше H омега С. Вот это важно, то есть нет перепутывания этих уровней. И поэтому дальше можно говорить о следующем, что квантующим называется такое поле, когда КТ много меньше дельта ЕН. Тогда, вот если температура достаточно низка и много меньше вот этого вот расстояния, вот между спиновыми подуровнями, они так называются, спиновые подуровни, то тогда такое поле называется квантующим, и тогда электроны будут распределяться по уровням, вот этим, уровнем Ландау. Вот одного как бы требования. Значит, это поле квантующее, такое, квантующее, это у него специальное название, поле. Ну, и мы с вами не получили, а может, кажется, получили, что требование такое, после простых оценок, решая вот это неравенство, Бэг Т должно быть много больше, значит, К, константа Больцмана, МС на ЕН. Вот я подставил туда значение и получил число порядка 10 в четвертой, вот такое отношение. Поэтому при Т, если взять один Кельвин, ну, достаточно стандартная температура, то у нас получается поле, в каком все это вот можно смотреть, 10 в пятый Гаусс в данном случае. То есть 10 Тесла, достаточно большое поле, вот. Вот эти эффекты, которые нас сейчас интересуют, будут осуществляться вот в таком поле при таких низких температурах. Ну, а что это за эффекты? Так вот, в квантующем магнитном поле, смотрите, электроны совершают свое циклотронное вращение. При этом они, каждый из электронов, занимает какое-то вот положение в своей плоскости. То есть он, совершая вращение, площадь, которую он занимает, то есть некий кружочек такой. Значит, оценка такая. МВ в квадрате пополам надо приравнять ЕН, то есть H омега С на Н плюс 1 вторая. Вот я просто хочу отсюда, помня о том, что у нас В, это есть омега циклотронные на R, я спокойненько так вот найду R в квадрате. Квадрат радиуса. Это есть В в квадрате на омега С в квадрате. И буквально подставляю все это сюда, у нас тут получается следующее. Ну, просто решаю это соотношение. В в квадрате на омега С в квадрате, значит, 2H омега С, Н плюс 1 вторая, поделив на омега С в квадрате. Ну, вот на М со звездочкой и омега С в квадрате подставлю сюда, это будет, ну, даже так пока что, омега С в квадрате, вот сокращу, а вот тут уже подставлю саму омега С. Ну, а у нас получается 2HC на EB и на Н плюс 1 вторая. Это квадрат радиуса. Ну, и получаем так называемую эффективную площадь, которую он заметает, этот электрон, занимая вот в этом плоском слое. Это πr в квадрате, этот πr в квадрате, это есть, получается тогда πHC поделить на Е и на B, ну, с Н равным нулю. Это при Н равном нулю, то есть в самом, у нас тут самые нижние, как бы энергетические уровни, основные, в основном состоянии, вот, при Н равном нулю. Получилась вот такая эффективная площадь. На самом деле это оценка. Более точное соотношение для эффективной площади, а нам оно важно. Вот, это оценка. Вот, а точно, и я это обведу, это будет просто HC в два раза больше. HC на EB. Вот, С эффективная. Это нужно иметь в виду. Это квантово-механический расчет, более точный, к которому мы не пошли. Ну, дальше, давайте посмотрим, какой магнитный поток пронизывает вот эту орбиту электрона. Ну, какой? F равно B на S эффективная. Тогда у нас получится BHC поделить на EB. И мы увидим, что это есть некое HC поделить на E. И в данном случае его называют квантом магнитного потока. Только это уже квант магнитного потока не сверхпроводящий, а обыкновенный. Сверхпроводящий, он образуется, там пара выступает, куперовская пара. Поэтому там стояло 2E внизу, а здесь просто E. Это тоже квант магнитного потока. Значит, чему он равен? Напишу 4136, обычно пишут 414, на 10 минус 7, ну, эта единица называется Максвелл. Ну, Гаусс на квадратный сантиметр. Вот в Гауссовой системе это вот такое значение для кванта магнитного потока. Таким образом, каждый электрон захватывает квант магнитного потока. И, как бы, получается все достаточно интересно. Давайте посмотрим, сколько у нас этих на 1 квадратный сантиметр слоя, на 1 квадратный сантиметр приходится таких квантов. Значит, надо 1 поделить на S эффективное. 1 квадратный сантиметр на S эффективное. У нас получится EB на HC, перевертыш такой. Вот. Это называется, ну, вот если тут немножко пописать, то получится B на F0. Это называется, ну, можно обозначить какой-нибудь буквой, G там, кратность вырождения. Кратность вырождения. Вот что это такое. Можно и так написать. Значит, и тогда, смотрите, вот в этом поле, вот так вот вращаются электроны, совершая свое циклотронное вращение. Они могут плотно заполнять вот все пространство слоя, вот по своей энергии. Либо быть достаточно свободными, то есть может остаться много свободных мест. Вот от этого много чего зависит. Вводится понятие фактор заполнения. Фактор заполнения. Вот слоя. Ну, это вот, если я, он обозначается буковкой НЮ, это N, это число электронов, число электронов. А NF, это число квантов магнитного потока. Сколько туда квантов? Квантов магнитного потока. Ну, NF, отсюда получаем, вообще-то говорят, есть F поделить на F0. Вот, слога говоря. Если у нас НЮ является целое число, ну, НЮ равно там 1, 2, там 3 и так далее. Целое число, то это означает, что М уровней Ландау, например, НЮ равно 2. 2 уровня Ландау полностью заполнены. Если НЮ равно там единица, нижний, вот этот спиновый подуровень, вот этот вот полностью заполнен. НЮ равно 2, вот этот полностью заполнен. НЮ равно 3, вот этот полностью заполнен. Вот что имеется в виду здесь. И вот с этими обстоятельствами наблюдается, вот теперь уже можно говорить, о так называемом квантовом целочисленном эффекте Холла. Квантовый целочисленный эффект Холла. Итак, о классическом эффекте Холла мы говорили в прошлый раз, я вам, так сказать, получил это классическое выражение для него. Ну а теперь вот это. Что же это такое? Это само по себе очень интересно. В 1980 году Клаус фон Клицинг, я напишу сейчас, как раз, ну, у него были сотрудники Пеппер, Дорда, ну, собственно, это не так важно, вот Клицинг полезно запомнить. Они как раз, это было совсем не так давно, они как раз и обнаружили этот эффект Холла. Смотрите, оказалось, что Холловское сопротивление РХ, Холла, мы его писали, ну, это как бы, имея в виду, вот, удельное, как бы, его сопротивление. Ро Х, У. Помните, у нас была нарисована картинка, я снова ее рисовать не буду, картинка на слой. Там была ось Х, ось У, ось З. Значит, по оси Х у нас, ну, хорошо, вот, нарисую ее, вот. Вот, вот этот слой, чисто формально, вот эта ось З, эта ось, вот, вот отсюда выходящая, и эта ось, ну, вот тут у меня не очень удачно, надо перекрестие. Так, вот это ось Х, это, так, ну, да, это ось Х, а вот это Y, это Z. Таким образом, у нас поперечное Холловским сопротивлением называется поперечное сопротивление. Поперек. У нас будет сопротивление вдоль, а есть еще поперечное, оно называется Холловским. Мы об этом говорили в прошлый раз, поэтому я тут повторяться не собираюсь. И вот оказалось, что эта величина равна Х на, вот пишу, и Е в квадрате. Вот такая комбинация, Х на Е в квадрате, и это целое число какое-то. А Е в квадрате, ну, вот такое отношение является как раз сопротивлением. Это и есть квант вот этого сопротивления. И вот давайте посмотрим. При этом оказывается, что при этом ρxx равно нулю. Ну, практически ноль. То есть сопротивление, вот движение электронов вдоль по оси Х, то есть транспортное такое движение электронов, оно оказывается практически нулевым. А вот поперечное Холловское сопротивление, поперечное, оно становится кратным вот этой величине, где и некое целое число. Вот. Надо сказать, что вы можете сказать, вот если ρxx равно нулю, это не сверхпроводимость. Нет. Это просто такой эффект. Не сверхпроводимость. То, что мы называем сверхпроводимостью, вот в сверхпроводниках у нас есть выталкивание. Вот эти электроны, не сверхпроводящие. Они не образуют куперовских пар. Они не выталкивают магнитное поле из себя. Все не так. У сверхпроводника – да. А здесь не так. Поэтому это не сверхпроводимость. Вот. И вообще говоря, это сопротивление просто, его можно даже там прикинуть, какое-то оно крайне маленькое, приближающееся к нулю. Но оно там все-таки какое-то есть. Ну так вот. Смотрите, что мы сейчас изобразим. Вот здесь. Это стандартная картинка, которую вы найдете в любом, так сказать, пособии, где рассматривается этот вопрос. Я просто… Она является фундаментальной. Ну вот я тут расставлю некие реперные точки, важные с тем, чтобы было какое-то, хоть какое-нибудь понимание. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, вот это B в теслах. Дальше. Вот здесь будет 5, а вот здесь отрезок 10. Ну, вот мне как-то вот так вот нужно проведу эту некую прямую пока что. Дальше вот мне в цвете я это сделаю. Ах, я не взял с собой. Ну, ладно, вот красным тогда возьму. Смотрите, что тут получается. Где-то в районе 2. Вот. Покажи. Так, в районе 3. В районе 3,5. В районе 5. В районе 6. Сейчас поясню, что это, что это, что бы это означало. Вот эти пики. А вот здесь поперечное сопротивление. Итак. Вот оно выглядит так. Дальше я должен опуститься вот сюда. Да. Так, это у меня и равное 2, и равное 3, и равное 4. Ну, я, конечно, рисую совершенно не точно. Вот. Это и равное 5. Поаккуратнее. Итак. Значит, это 5, это 6, ну и так далее. Вот смотрите. Вот эти, то, что помечено красным, где написано и равное 2, вот это сопротивление Холовское. Вот это РХ в килоомах измеренное. Значит, вон она, ваша формула. H на ИЕ в квадрате. Вот при соответствующих значениях B этого квантующего магнитного поля Холовское сопротивление будет, ну, как бы, периодически выходить на плата. При этом, обратите внимание, вот эти пики, они соответствуют неким переходным моментам, когда мы переходим с одного плата на другую плата. Эти плата постоянных Холовских сопротивлений, которые при изменении вот магнитного поля B вот, остаются пока что постоянными. А вот здесь, вот то, что вот белые пики такие, что это такое? Это пики сопротивления ρxx, вот это, ρxx, это продольное сопротивление. Продольное сопротивление. То есть сопротивление вот тому току, который вот здесь течет, этих самых токоносителей. Значит, оно становится равным нулю там, где конкретные платы в переходные моменты перестройки меняет свое значение на, значит, на 10 порядков, может быть, скакать. Вот. Я нарисовал это вот в соответствии, по существу, опытные, так сказать, образцы, как это все здесь происходит. Так вот, с тем, чтобы каким-то образом понять, а что здесь происходит, давайте вот сейчас просто нарисуем еще одну картинку, тогда станет и более попонятнее. Все эти переходные моменты. Итак, значит, мы будем рисовать вот эти уровни ландау, как бы. вот самый нижний уровень, вот, и нарисую некие зоны, их три, этих зоны. Значит, основная зона B равно B1, когда фактор заполнения равен единице. Вот здесь будет B меньше, чем B1, вот этого поля. Тогда у нас фактор заполнения будет больше единицы. Здесь B будет больше, чем B1, тогда фактор заполнения станет меньше единицы. И вот при изменении поля, сначала маленькое поле, потом B растет и так далее, положение вот этого нижнего уровня, оно меняет свое положение. Ну вот сейчас вот я их разрисую. Один, второй и третий, чтобы у нас было понятно, что это уровни ландау. Значит, так, переходы. Вот так. Дальше переходы. Сюда. Здесь тоже все переходит. И сюда тоже так переходит. Ну вот. Итак, смотрите. Пусть я вот чисто символически вот здесь нарисую такую плотную упаковку электронов. Вот они у меня плотно. Ну, условно говоря, нарисую пять штук. Вот сейчас эти электроны, занимая свои орбиты, они плотненько упаковались при B равном B1, полностью заполнили вот этот вот уровень ландау, который находится вот здесь, самый нижний уровень ландау. Смотрите, что происходит дальше. Значит, если мы повысим поле и фактор заполнения у нас как бы уменьшится, то тогда эти электроны, ну, как бы они будут более вольготно, неплотной упаковкой все пять штук находиться на этом уровне. То есть, оставляя между ними незанятое пространство. Вот они вот так вот распределились. Что же касается, это первый уровень ландау. Первый уровень ландау. То есть, самый нижний. Значит, здесь ρxx, значит, не равно нулю. Я имею в виду продольное сопротивление. А вот здесь, когда у нас точно полное заполнение, ρxx равно нулю. То есть, полное заполнение, вот плотная упаковка этих электронов на этом уровне. То есть, нет свободных мест. Наконец, если у нас b становится меньше, то сам уровень ландау, у него фактор заполнения будет больше единицы. И тогда окажется возможным перескок. Три электрона окажутся вот здесь, в плотном состоянии, в плотной упаковке. А два перескочат вот сюда, на выше лежащий уровень, где будут размещены уже неплотно. Вот о чем идет речь. То есть, как это все происходит. Значит, когда вот эта плата, о котором говорится, какое-нибудь, вот любое из них, и равное двум, и равное трём, и равное четырём и так далее, эта плата, когда продольное сопротивление старается равным нулю, в этот момент электроны плотностью, полностью упаковываются, занимая вот это пространственное свое положение при плотной упаковке. При меньших полях у нас может происходить, ну и переходит перескок части электронов, то есть, ну, потому что они здесь уже как бы на этом уровне не помещаются. Вот. И достаточной энергии, чтобы перескочить на выше лежащий уровень при данной температуре. Значит, при повышении поля здесь также, вот, как и здесь, вот, ρxx не равно нулю, конечно. И здесь тоже ρxx не равно нулю. Происходит вот это, то, что мы здесь, как бы, переходные моменты. Значит, как объяснить вот то, то, что у нас возникает вот такой электрический ток, который течет по этому слою, ну, вот, без сопротивления. Поперечное будет какое-то стандартное, в каком-то, вот, иметь такое значение. Как это объяснить? Объяснить это следующее, что возникают, тут все достаточно сложно, возникают каналы. Дело в том, что структура, вот, сама, вот, потенциал, как бы, если, как, вот, устроен это все чисто физически, на физическом уровне, как устроена, вот, поверхность этого материала, электроны оказываются, часть электронов заблокирована. Ну, она сидит на каких-то, и там нет возможности выйти за пределы какой-то такой энергетической ямы. Он может там оказаться. Или, наоборот, торчать где-нибудь наверху какого-то. И в то же время, вот, когда у нас возникают вот эти ситуации, возникает, внутри этой структуры, возникают такие, ну, как бы, полоски проводимости. И вот там электроны начинают двигаться, не продолжая вращаться. Они плотно прижаты друг к другу. Изменить импульс они никак не могут, своего движения, потому что они плотно друг к другу не общаются. Нет рассеяния. Что такое электрическое сопротивление? Это рассеяние на каких-то препятствиях. А здесь, когда электроны текут по каналу, занимая плотнейшим образом все вот это пространство, по которому они текут, в этот момент импульс электрона измениться никак не может. Ну, некуда им удеваться. Все занято. То есть, изменить свое положение он не в состоянии. Поэтому получается вот это, продолжая вот это свое циклотронное вращение, они перемещаются вдоль по оси Х практически без сопротивления. Однако, когда возникают соответствующие условия, мы меняем поле, возникают условия, то вполне, и это условие связано с тем, что есть все-таки температура не нулевая, вот, то тогда электроны могут, им достаточно части электронов, вынуждены перескочить выше, где там они уже в более свободном состоянии, и вот в этот момент возникает опять-таки вот это сопротивление движения этих электронов уже в другом энергетическом состоянии. Вот так это примерно объясняется. Значит, здесь мне хотелось бы отметить следующее, что, ну, вот, как получить, что у нас вот величину Холовского сопротивления, оно получается вот следующим образом. R, H, которое есть ρ, x, y. Вот как оно получается чисто технически. Я напоминаю, что у нас B на N, E, C. Это общая формула классического эффекта Холла. Помните, я написал R вот в этом направлении, Холовское, чему оно равно? Ну, вот я напишу, B поделить на E, C я оставлю, а вот эту концентрацию я распишу следующим образом. Ведь дело в том, что у меня N, вот, я только здесь был, это написано, ν, N, F, число этих квантов, значит, число квантов магнитного поля. Значит, тут у нас как раз получается при полном заполнении это будет ν, N, E, B на H, C. То есть, E, B на H, C, это есть B на F0. B на F0. Мы это написали. И у нас при полном вот таком, вот, это есть число квантов магнитного потока. И ν, это как раз целая величина сейчас. Я это подставляю сюда. Получаю H, C на ν, E, B, вот здесь внизу окажется. B у нас благополучно сократится, и получается H на ν, E в квадрате. Вот вам целое число, о котором говорилось. Целое число. То есть, полностью заполненный, соответствующий уровень Ландау. Первый, второй, там, вот это вот. На E в квадрате. Вот эта величина, то, что было получено из эксперимента, это полностью вот из наших рассуждений, которые я здесь провел, получилось то же самое. Так вот, в физике вводится, в связи с этим, вот это вот отношение H на E в квадрате, это же мировые константы, получается вот такое интересное число. 25812,806, уж я для любопытства вам все это напишу, 377 Ом, вот этот вот H на E в квадрате, квант по существу электрического сопротивления, он очень четко промерен. тем не менее, единицей электрического сопротивления H на 4E в квадрате называется 1 клитцинг. Клитцинг, вот, он равен 6453,2 Ом, если угодно. Вот это называется 1 клитцинг. Это вот квант 25 кОм там с лишним, это 1 клитцинг по определению. Значит, ну, что это такое, стало более или менее понятно. А вот теперь нам следует тут же побежать дальше. Это магнитные свойства вещества. Это последние темы, о которых мы начинаем активно говорить. Последняя тема. Значит, имеем в виду, что 3-го числа, то есть ровно через неделю, и пятница у нас праздничный день по определению. Поэтому у нас лекция пропадает. Значит, встретимся мы уже после праздников 10-го числа. Ну, а там видно будет, насколько мы успеем, не успеем. Вот. Все определится 10-го числа. Будет ли 10-го последняя лекция, или еще придется 17-го. Бог весть. Но 17-е – это еще не зачетная неделя. Зачетная неделя начинается с 20-го. Вот. Поэтому там посмотрим. 24-го числа вам назначено, опять-таки, в пятницу уже, после, когда уже гарантирована зачетная неделя, в ней можно провести консультацию, как бы к экзамену. Экзамен у вас будет 18-го числа на вашем потоке. Ну, поехали. Значит, магнитные свойства вещества. Ну, все вещества, любые, являются магнетиками. Ну, их можно назвать магнетиками. Хоть кусок дерева, все равно магнетик. Вот. Магнетика. То есть, вопрос в том, как себя эти вещества ведут в магнитном поле. Вот в этом вопрос. Как они себя ведут. Поэтому эти вещества делятся, ну, как бы, на целые группы. Поэтому имеет смысл сказать о классификации. Классификация магнетиков. Ну, вот, казалось бы, вам известная классификация из трех типов. Вам об этом говорилось в курсе электричества. Это парамагнетики, диамагнетики и феромагнетики. Ну, это классификация, на самом деле, немножко пошире. Ну, вот, прежде чем все это классифицировать, я напомню основные формулы. B. Помните, это есть H плюс 4Pi, где I на магниченность. H – это напряженность магнитного поля, B – это магнитная индукция. На магниченность называется магнитный момент единицы объема вещества. Значит, ну, сюда сразу же примыкает такое соотношение, что I – это есть Каппа-H, где Каппа называется магнитная восприимчивость. Магнитная восприимчивость. Ее-то мы будем, как правило, искать. Ну, и к ней можно приложить магнитную проницаемость вещества, знакомые вам. Единица плюс 4Pi Каппа. Значит, магнитную восприимчивость я буду обозначать буквой Каппа. Это греческая буква К. Вот. Иногда пишут букву Хи. Ну, вот я предпочитаю писать эту Каппу. Ну, так вот, среды, в которых вот Каппа и Мю есть константы, они называются линейными средами. Вот. Мы как раз, но во многих случаях у нас Мю, магнитная проницаемость, у феромагнетиков прежде всего, нелинейная среда, это зависит от H, от внешнего поля. Мю является функцией H. У феромагнетиков прежде всего. Ну, короче говоря, начнем с определений. Первое. Значит, если вот Каппа больше нуля, а значит Мю больше единицы, то такие вещества называются парамагнетики. Парамагнетики. Кого к ним отнести? Давайте алюминий, платина, ну, примеры просто приведу. Кислород, страшный парамагнетик, у него очень мощный, щелочные металлы, щелочные металлы, вольфрам, фером хлор, фером хлор-2, ну, и так далее. То есть множество. Основными являются алюминий и газообразный это кислород. Второе. Диамагнетики. Если Каппа меньше нуля, а Мю стало быть меньше единицы, то это диамагнетики. мы, конечно, будем о них подробнее говорить. Прежде всего это Висмут. Вот диамагнетик Висмут. У него достаточно очень большая каппа отрицательная. Дальше стебиум, кремний, вода, ну, газы такие, как водород, азот, СО2 и так далее. золото, медь, цинк и так далее. Серебро, это все диамагнетики. А вот платина парамагнетик, хотя там где-то вот так вот вроде как близко. Это деление, кстати говоря, предложил Фарадей. В 1845 году он магнитные свойства веществ очень сильно изучал. Значит, существуют вещества, которые примыкают к парамагнетикам. Это феромагнетики, то есть третий класс феромагнетики. Третий класс вещества, сохраняющие намагниченность в отсутствии внешнего магнитного поля. У феромагнетиков прежде всего намагниченность может оставаться. Ну, сами знаете, постоянные магниты. Значит, к ним относятся железо, кобальт и никель. Вот три основных вещества. Если их нагреть до какой-то там температуры, она называется температурой кюри, то они переходят в парамагнитное состояние. Это всем известно. Значит, четвертый класс. Это антиферомагнетики. Антиферомагнетики. любопытно следующее. Посмотрите, я нарисую как бы их структуру, как они устроены. У них один, значит, спины соседних атомов ориентированы вот таким образом. Вот. Можете вот посмотреть. И так далее. То есть, можно распространять дальше по решетке. У них получается вот такое распределение спинов по твердому телу. Они называются антиферомагнетиками. к ним что относятся? Ну, вот смотрите. Хром, марганец, значит, марганецо, марганецесо-4. Ну, как бы я там много веществ. Феромо и так далее. Пятый класс. это ферриты. К ферритам это, они еще называются ферримагнетики. Ферри. Не феро, а ферримагнетики. Значит, у них магнитные моменты под решеток, которые так же, как вот здесь у антиферомагнетиков, противоположные друг к другу, они еще не скомпенсированы. То есть, у нас, у них получается вот как бы вот так, вот такое распределение спинок. Магнитные моменты не скомпенсированы. К тому же, они являются еще полупроводниками. Они еще полупроводники. полупроводники. То есть, это специальный класс веществ. Ну, к ним относятся такие соединения типа, вот смотрите, ме это металл. Металл. Ферром 2 О4. Вот такое соединение. Ну, сюда можно приписать к таким металлам вот это шуткоэмэ. Это, например, кобальт плюс-плюс. Ион кобальта. Ион железа. Ион марганца. Ну, и так далее. В общем, тут много чего можно записать. Я не буду это все делать. Вот. Просто нас тут интересуют ну, как бы эти классы веществ, которые физически по-разному устроены. Теперь дальше. Характерные свойства магнетиков. Если взять в парамагнетик вытянутый такой образец, проволочку парамагнитную, а вот это силовая линия поля, силовая линия поля, поля, он выстроится по полю своей длиной. Это его характерная особенность парамагнетика. Это парамагнетик. То есть ориентируется по полю. Если же это диамагнетик такой же длинненький, то он ориентируется перпендикулярно полю. Силовая линия поля В. Перпендикулярно полю. Это диамагнетик. Вот такие диковинные свойства. Может быть, их никогда не говорили о них вам. Может быть, первый раз слышите. Но вот такое есть. И вот мы начнем изучать эти вещества. Теперь уже начиная с диамагнетизма. Что это такое? Диамагнетизм. Диамагнетизм присущ веществам, у которых нулевой магнитный момент собственный. То есть атомы, у которых нулевые собственные магнитные моменты называются диамагнетиками. Они диамагнитные. Собственный диамагнетизм наблюдается не только у диамагнетиков, у всех прочих. Просто он становится слабым по сравнению с другими свойствами парамагнитными. А мы с вами рассматриваем только те вещества, которые я отметил. Потому что у них собственный магнитный момент равен нулю. Итак, диамагнетизм. Магнетизм. Что это такое? Вот чтобы понять, что это такое, вот представим себе, что вот это по вертикали откладываю магнитное поле В. В. Значит, это берем электрон. Просто берем электрон какой-то. и вот я рисую сейчас здесь это как бы магнитный момент его орбитального движения. Вот мё. Ну и вот его траекторию как бы изображу пространственную. у меня пространственная картиночка будет. Вот. А здесь его механический момент импульса. Он торчит против магнитного момента. и конец вектора L также описывает своё круговое движение. Вот поле В пронизывающее. Вот центр этой траектории. Вот теперь стало всё на свои места более или менее. Смотрите, вот это всё в магнитном поле совершает такое вращение. То есть вокруг этой точки. Эта точка неподвижна. это силовая линия поле В. Значит, ну, вращение происходит, как мы понимаем, в эту сторону. Сейчас всё напишем. Итак, у них Кап поменьше нуля, Мю меньше единиц, как мы уже отметили. Я хочу напомнить, что вот такие соотношения. Момент сил на виток в поле В действует момент сил М. Механический момент. Что это такое? Это есть мю на В. Векторное произведение. Это механический момент. Механический момент. сил. Значит, сил. Ну, общее выражение для механики движения. DL по DT равно вот этому механическому моменту. Поэтому я DL изменение момента импульса, а у меня вот здесь я забыл обозначить, это вектор L. вот DL, а это вектор мю. Итак, DL это есть M на DT. Все как вот раньше было. Но в то же время это есть магнитный момент мю B синус альфа на DT. Ага, записали. Значит, что у нас получается? Если момент вот он, вот это механический момент, то DL, вот вектор, вот этот вот векторочек DL, он колинярен этому M, это DL. И таким образом вектор L совершает вращение вот в эту сторону. А мю соответственно вращается в эту сторону. Вот только что я написал? Не мю, а M. Вот здесь механический момент. Так, и тогда у нас получается следующее. Dφ, то есть поворот этого вектора на уголочек Dφ, вот я его даже отмечу красненьким, вот этот уголочек Dφ Dφ. Вперед вот туда он поворачивается. Вот Dφ равно DL поделить на L синус альфа. Ну, что такое альфа? Альфа, это, наверное, мне нужно ввести этот угол. Вот он. Я его как-то и написал. это угол μ на B, векторное произведение, μ на B, соответствующий вот этот угол альфа, ну, вот, со всеми вытекающими последствиями. Тогда получается вот здесь, если опять-таки подставить сюда выражение для DL это μ B синус альфа на DT, здесь L синус альфа, синус альфа у нас, конечно, уйдет, и тогда возникает угловая скорость прецессии, омега. Это есть Dφ по DT, которое в данном случае равно μ на B и поделить на L. μ на L называется гиромагнитным отношением γ на B. Ну, вспоминаем, это все было еще совсем недавно, в прошлом семестре. Это гиромагнитные отношения. Таким образом, угловая скорость прецессии γ на B. Гамма, что это такое? Гиромагнитные отношения E на 2 mc. Значит, вот, вспоминаем это. E на 2 mc, таким образом, получаем угловая скорость прецессии, ω, можно даже вектор написать, E на 2 mc и на B. Только вот единственное замечание, что здесь у нас знак плюс, когда это отрицательно заряженный электрон, потому что у нас вся наша картинка, она как раз на то, что наш электрон заряжен отрицательно. вот, поэтому это для электрона. Для положительно заряженной частицы это электрон, электрон, а для положительно заряженной частицы омега, это есть, опять-таки, E на 2 mc B, только знак минус надо написать для позитрона, то есть вектор будет торчать в обратную сторону угловой прицессии. В данном случае он у нас получился положительный, этот угловой вектор угловой прицессии. Итак, так уже на нашем рисунке, который я вот нарисовал здесь, значит, что происходит? Значит, а происходит следующее, наш электрон, вот он совершает вот в этой плоскости, в которой лежит вектор m, вот я красненьким нарисую эту плоскость, он совершает свое движение, вот E минус вот движется вот в эту сторону, если говорить об электроне, а ток этого электрона вот сюда, то есть это вот реальный электрон, который вот здесь не нарисован, был, сейчас я его нарисовал. Вот так вот, уже сейчас видно следующее, что кроме орбитального обращения электрон совершает дополнительное вращение. Вот у него орбита вот сейчас вот такая, она перпендикулярна вектору L, видите, и момент импульса вот лежит в этой плоскости его орбиты в данный момент времени. но вся эта орбита, вот вся эта орбита, она сама совершает вот это вот вращение. Чувствуете? Она поворачивается. Электрон быстро вращаясь вот по этой траектории, плоскость орбиты вращается вместо вот с этими векторами в этом поле. Поняли? и вращается как раз в ту сторону, что эффективное, возникающий эффективный ток этого вращения, он будет в другую сторону направлен. В этом-то вся суть. Итак, уже на рисунке видно. Значит, что я могу сказать? что вот в какие-то моменты у нас может оказаться, что поле В лежит в плоскости вот есть моменты в момент вот в момент некоторый момент поле В лежит в плоскости орбиты. Вот орбита электрона. Это электрон. Например, он находится здесь, Е-. Вот центр его орбиты. Это вот угол омега-Т. В данный момент, вот смотрите, у него вот это его радиус его орбиты, а это расстояние до оси. Вот R' я его обозначу. Оно есть выражается вот таким вот образом. То есть R' вот данный момент, R' равно R синус омега-Т. Такой момент существует. Другой момент. в момент, в момент, когда поле B остается вертикальное, у него может оказаться, что орбита электрона будет перпендикулярна полю B. Вот она. Значит, это ее радиус. Вот он, электрон, например, здесь находится. Это радиус этой орбиты. R. В этот момент R' равно R. Вот момент, когда плоскость орбиты перпендикулярна полю B. То что происходит? Все время меняется расстояние до оси. И поэтому вот что мы можем сказать? Что R' все время разное. для этого дополнительного вращения этой орбиты? Надо иметь в виду, что угловая скорость омега много больше угловой скорости прецессии. Ну, вот омега прецессии, которая есть EB на 2 mc. Вот я возьму здесь B равное 10 в пятой Гаусс и тогда получу число. Вот ну может тут все это расписать. Вот и получу такую оценку 10 в 12 секунд минус первой. А угловая скорость просто вращения электронов в атоме она порядка 10 в 15 секунд минус первой. Видите? Поэтому реально оказывается действительно на 3 порядка прецессия медленнее. Прецессия на 3 порядка медленнее. Я не подставляю сюда числа, это уже времени нет. Вот. Медленнее. Орбитальное вращение электронов тысячу раз быстрее. Вот все эти обстоятельства нужно иметь в виду. Таким образом, круговой ток дополнительный вот дополнительный круговой ток ток электрона ну назову его и штрих вот этот и штрих это есть е поделить на т а где т период этого обращения то есть будет е омега на 2п ну подставляем будет е в квадрате б на 4пмц вот что у нас получается для этого тока. Соответствующий ему магнитный момент вот этому вращению дополнительному возникает некий магнитный момент m штрих но вспоминаем что такое магнитный момент значит или мю штрих это есть и штрих поделить на c на вот эту площадь орбиты r штрих в квадрате ну придется написать среднее потому что радиус этой орбиты все время меняется как мы только что это увидели вот что это такое подставляю e омега здесь будет 2c и r штрих в квадрате тут вот пи там сократится вот получаем единственное что теперь нужно сделать усреднить этот радиус ну усреднение этого радиуса дело простое r штрих в квадрате вот как мы уже сказали вот среднее r штрих в квадрате вот среднее меняется от ну изменяется от r в квадрате среднее до r в квадрате до ну одна вторая r в квадрате среднее то есть физически это можно сказать так что поскольку частота вращения вот этого орбитального очень большая а этого наоборот медленная то по координатной если расписать x квадрат равно y квадрат среднее равно z квадрат и равно одна треть от r в квадрате среднее это первое значит тогда r штрих в квадрате можно представить себе как x квадрат плюс y в квадрате среднее и тогда это будет две третих r в квадрате среднее таким образом вычисление этого среднего свелось вот к тому две третих от r обычной радиуса орбиты таким образом мю штрих магнитный момент это есть e омега на 2c ну вот только что написали r штрих в квадрате среднее это будет e в квадрате на b на 4mc в квадрате вот подставляю эту омегу r штрих в квадрате среднее вот им опять-таки вот эти две третих сюда ну надо сказать что получается следующее e квадрат r квадрат среднее поделить на 6mc в квадрате и на b вот у меня здесь остается значит я это соотношение теперь перепишу вот это вот получился некий коэффициент ну понятно что b от h у диамагнетика практически не отличается никаким образом практически равны они поэтому в векторном виде мы уже видим что если теперь поставить вектор то он направлен этого магнитного момента этого движения этого электрона в противоположную сторону то есть по отношению к b это есть минус e в квадрате вот напишу так не b а h нет h давайте все-таки вытащим r в квадрате среднее на 6mc в квадрате а здесь поставим h вот знак минус он следует из наших вот из этой картинки видно что вот вращение этой прецессионной орбиты она вращается значит дополнительное вращение оно создает этого электрона создает электрический ток направлен в обратную сторону а значит магнитный момент будет отрицателен вот это как бы реакция вещества значит в веществе не один электрон а их много значит в атоме z электронов все они совершают такое вот движение z электронов поэтому на магниченность вещества и это есть z n на мю вот штрих с вектором вот то что мы сюда написали значит z это число электронов в каждом атоме n концентрация атомов почему потому что на магниченность это есть магнитный момент единицы объема вещества поэтому z n мю штрих ну и подставляю сюда получаем минус e в квадрате z n r в квадрате среднее на 6 mc в квадрате и на h и вот мы получили это есть k по h вот это вот коэффициент вот этот и называется магнитной восприимчивостью диамагнетика ее можно вот как бы сюда в виде формулы вот даже красным таким занесу k это есть минус e в квадрате z n r в квадрате среднее поделить на 6 mc в квадрате вот у диамагнетика у нас k действительно получилось отрицательно этот результат значит очень хорошо совпадает кстати говоря с благородными газами что благородные газы благородные газы у них диамагнитная восприимчивость измерены экспериментально у них полностью завершен у каждого атома полностью завершенная электронная оболочка поэтому они являются диамагнетиками ну кто это благородные газы гелий неон неон аргон и так далее вот все которые идут по таблице Менделеева вниз вот вам как бы пример диамагнетика и как он здесь вот разрешается теперь парамагнетизм парамагнетизм а вот с парамагнетизмом тут все возникает уже сложнее смотрите да и диамагнетизм мы еще не все рассказали тут много интересного о чем мы будем говорить дальше так вот парамагнетизм парамагнетизм подвергнуты атомы которые имеют собственный магнитный момент парамагнетизм вот если они имеют собственный магнитный момент ну первый кто построил теорию такую классическую теорию парамагнетизма был Ланжевен Ланжевен 1905 год ну можете себе представить квантовая механика до этого момента не существовала тем не менее ему удалось построить теорию парамагнетизма достаточно удачную и вот когда уже созрела квантовая механика к этому вопросу подключился Брилюэн знакомый вам который дал теорию значит уже с учетом квантовой механики Брилюэн 1926 год который эту теорию Ланжевена как бы впитал в себя развил и так сказать сделал ну много-много чего полезного значит сначала мы рассмотрим по существу теорию Ланжевена сначала то есть будем рассматривать но тем не менее как бы обращаясь все время вот уже понимая с каким объектом мы имеем тело смотрите мы имеем что что парамагнетизму подвержены атомы имеющие собственный магнитный момент ну вот у благородных газов его нет а у любого другого есть вот тогда начало значит пусть у нас магнитный момент атома момент атома спиновый то есть определяется только спином вот я это подчеркиваю это существенно упрощающее обстоятельство вот о нем то сегодня поговорим им спиновый то есть чисто собственной электронной и пренебрежем их взаимодействия но я хочу напомнить что вот виточек стоком вот его магнитный момент мю а это ну вот поле б который пронизывает этот виточек и у нас тут есть соотношение это поле б значит у нас есть механический момент как мы уже говорили только что это есть векторное произведение мюн а б раз но есть еще энергия это есть минус скалярное произведение мюн а б напоминаю вам это все нам нужно вот ну в частности энергия вот когда у нас параллельно полю б магнитный момент то она минимальна это есть минус мюн б параллельно w энергия этого виточка вот в магнитном поле когда анти параллельно она плюс мюн б анти вот это следует во первых из этой формулы следует еще чтобы понимание значит минимальная энергия минус мюн б а для того чтобы перевернуться спину надо совершить что 2 мюн перескочить вот промежуточное состояние вот это мы должны сейчас все из себя понимать так вот магнитный момент атома мюн в свою очередь что это такое это есть спиновый же фактор он чисто спиновый магнитон бора на что ну на соответствую м м с допустим спиновое магнитное квантовое число же с магнитон бора на спину и который плюс-минус одна вторая вот отсюда подставляя сюда что это равно двойке а это равно плюс-минус одна вторая ну легко видеть что это плюс-минус магнитон бора но этому вас учили еще в прошлом семестре совсем недавно магнитон бора напоминаю что это такое магнитон бора это есть е h на 2 mc вот и равен 0 927 на 10 минус 20 r к на гаус вот что такое магнитон бора напоминаю это и вот теперь все это вот такие вот атомы со спиновым магнитный момент их определяется только только спином и ничем другим для простоты в начале вот мы сейчас нарисуем вот эти два уровня этих самых вот это у нас поле b значит это по полю по полю внизу ну вот ориентация магнитных моментов или спинов если хотите это против поля вот так вот примерно значит вот это расстояние мю b и это мю b отсчитаны от когда перпендикулярно полю магнитный момент перпендикулярно полю дает энергию равную нулю вот в этих условиях мы можем написать следующее значит у нас концентрация против поля да ввиду как бы параметр x чтобы меньше писать это есть что такое магнитон бора b на kt это то что будет входить в формулу больцмана у нас естественно рассматривается вопрос это атомы вот и формула больцмана распределение их по уровням значит здесь некая нормировочная константа c на e в степени минус x а что будет внизу это по полю ориентация это c на e в степени плюс x ну вот так плюс x подчеркну таким образом полная концентрация это есть n по полю плюс n против поля то есть это равно и дальше это все можно расписать ну сейчас распишу значит у меня уже все это есть ну ладно напишу c на e в степени минус x плюс c на e в степени плюс x отсюда мы найдем эту константу c это есть n на e в степени минус x плюс e в степени плюс x и тогда концентрация по полю по полю у нас n e в степени x e в степени x плюс e в степени минус x и соответствующая концентрация против поля это n на e в степени минус x e в степени x плюс e в степени минус x вот и тогда получаем можно писать намагниченность этого вещества и это есть разница n по полю минус n против поля на что? на магнитон бора мы только что договорились значит концентрация на магнитон бора магнитный момент атома спиновый он равен магнитону бора подставляем сюда смотрите что получается получается n магнитон бора а вот здесь такая функция e в степени x минус e в степени минус x на e в степени x плюс e в степени x ну это так называемый гиперболический тангенс помните такой тачинус как его иногда называли кочинус сечинус тачинус это вот так вот ну есть некая традиция это тангенс x вот этого x ну надо написать магнитон бора там на кт под знаком это x напоминаю что это такое ну так вот тут же выплывает мы можем спокойно написать уже магнитную восприимчивость поскольку уже у нас есть намагниченность этого вещества то есть и но дело в том что здесь нужно разбираться еще следующим частные случаи вот давайте их посмотрим как велика температура частные случаи это все ланжевен еще сделал первый низкие температуры низкие t то есть x который есть магнитон бора на b поделить на кт много больше единицы в этом пределе гиперболический тангенс x стремится к единице то тогда и тогда у нас получается и равно стремиться так называем насыщению и равно просто n на магнитон бора это первый результат второй результат высокие температуры высокие т но тут у нас x магнитон бора на b на кт много меньше единицы в этом пределе гиперболический тангенс x равен x просто ну там разлагается как x минус x кубе на 3 если помните вот этот x кубе там так далеко в силу малости вот этой величины что тут можно смело писать тангенс x равен x и отсюда на магниченность и ну оценочно конечно это есть вот и насыщение так называемого магнитон бора на b и на кт то есть мы подставляем вот это вот что у нас там получается n магнитон бора в квадрате на кт и на b ну про магнитизм тем характерем что у него b от h практически не отличается мю близко к единице ну одна целая штук пять нулей потом чего-нибудь то есть величина вот такая вот поэтому мы можем все это переписать уже через h я и перепишу это есть n магнитон бора в квадрате на кт и на h в силу этого обстоятельства и отсюда магнитная восприимчивость каппа это есть n магнитон бора в квадрате на кт ну и эта величина много меньше единицы то есть это конечно маленькая величина это вот первый результат который мы получили кстати говоря мы получили еще то что называется законом кюри кюри экспериментально показал что каппа вот этот самый вот кюри напишу слово кюри он показал экспериментально что вот магнитная восприимчивость парамагнетика это есть c поделить на t то есть она обратно пропорциональна температуре где c константа кюри это было установлено это закон кюри я почему нажимаю на вот такие слова кюри бриллиен закон кюри потому что в вашей программе прямо это и написано вот эти все слова понапиханы и в билете появятся вот эти слова а если вы этих имен не будете знать то вы не будете знать о чем идет речь даже шпаргалки не приготовите значит закон кюри вот обратной пропорциональности так вот мы нашли самое что ни на есть простое а вот ежели оказалось что магнитный момент атома не спиновый а он определяется не только вот этим обстоятельством но и еще орбитальным моментом то тогда все гораздо сложнее и тут уже никакой лонжевен не поможет тут все очень непросто и вот это очень непросто нам предстоит преодолеть вот в определенном простом варианте значит если сейчас закончу если мю магнитный момент атома вот не спиновый то он просто равен минус G фактор лонде магнитон Бора на B и на G вот G это полный момент момент угловой момент атома G это фактор лонде лонде ну вот что с этим делать мы с вами будем говорить 10 аж 10 мая теперь к сожалению это так далеко ушло могли бы пораньше закончить но вы видите чем происходит ну кстати говоря нам осталось можно сказать две лекции может одна все зависит от меня сумею я вот впихнуть все оставшееся или не сумею я постараюсь суметь а остальным лекторам им по две лекции сейчас мне Морозов сказал две лекции Раевский сказал еще целых три он там разболтался на многое на чего так что вот так так что мы не отстаем несмотря на наши потери а потерь у нас было немало ну вот все